Козлы, кролики, собаки, птицы и морские свинки. Это не про ферму, а про новый центр зоотерапии. Открылся он в городке Нефтяников на улице Малиновского. Ольга Качкурова побывала на открытии и узнала, чем так полезны дружба и общение с животными. Обычно, когда речь идет о зоотерапии, обывателю представляются дельфины, лошади или хотя бы собаки. Но на самом деле лечить могут и куда более мелкие животные, кролики или морские свинки. Вот этого зовут Курбан. Он работает самыми маленькими пациентами. Малыши часто боятся собак, ну а Курбана испугаться сложно. Зоотерапия – это не только погладить и за ухом почесать, говорят специалисты. Дети у животных учатся, у флегматичных кроликов сохранять спокойствие, у общительной бенгальской козы – дружелюбию, а у исполнительных собак – слышать и выполнять просьбы родителей. Мы будем смотреть, какое животное в данный момент полезно. То есть собаки – это основные терапевты, а животные зоопарка, кролики, например, очень любят ребятишки. То есть это уже будет в зависимости от диагноза и от того, как психолог выстроит работу, да, и как он посмотрит, в каком направлении нужно проработать. Родители особенных детей объясняют – ребенок со сложным диагнозом с пеленок должен иметь постоянный контакт с врачом. Это хоть и необходимо, но для детей утомительно. А вот прийти к хвостатому психологу – совсем другое дело. Я посмотрела, как Маша радуется. Она увидела собаку, она счастлива, она прям веселая такая. Эффект есть, эмоциональная разгрузка у ребенка. Она стала более общительной, то есть меньше стала бояться. С особенными детьми в этом центре занимаются бесплатно. На волонтерских началах работают и хозяева собак – канистерапевтов. Сейчас терапию тут проходит 20 детей. Десять уже закончили реабилитацию. В очереди несколько десятков. Ольга Кочкрова и Евгений Слепов. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск.